всем привет дорогие друзья с вами айпи фокс у нас он продолжаем играть мод для бесконечного лета под названием ночной этюд перед началом ролика хочу вас попросить поставить лайк под эту серию вам всего лишь нажать одну кнопку мне будет приятно и я также продолжу возможно даже когда-то буду записывать в какие-нибудь недели по 2 серии в день будут выходить вот поэтому все ваших руках давайте наберем но 10 лайков и на следующей неделе я буду выкладывать серии по 2 штуки в день все ваших руках но перед началом роликах хочу пожелать приятного аппетита всем кто кушает всем приятного просмотра мы с вами продолжаем от смеявшись я оценил обстановку и пошел тупо прямо обдумывая дальнейший план на ходу пачка снотворного давала уверенности в том что засну сегодня и по крайней мере не буду клевать носом на линейке а страхи вызванные кошмаром уже практически отступили конечно фонарик все еще не выключал но уже и не шарахался от каждого звука жизнь потихоньку налаживалась спать мне до сих пор не хотел соценив время и решив что лишние 20 минут мне не помешать а направился прямо дорогой мускул чтобы поиграть что-нибудь на сон грядущий лену я решил не беспокоить вернуть ножик завтра так как она уже скорее всего спала и прерывать ее сон мне не хотелось из-за уважения к этому блаженному состоянию во мне взыграла уж очень счастливое удовлетворенное настроение никого и ничего не боясь я шел к своей цели наслаждаясь моментом начиная прогулки созданы для того чтобы на них выбираться режим дня создан чтобы его нарушать а учитывая мое знание обходных тропинок риск фееричного полица был минимален в самом деле режим дня эта штука на самом деле хорошая потому что смотрите если вы нарушаете режим ну допустим один раз там на вот у вас есть режим вы ложитесь допустим кто-то в 11 кто-то в 10 просыпаетесь там 67 вы если будете каждый день ложится в одно время и просыпаться в одно время вы будете высыпаться в любом случае ну там еще зависит от организма но в целом примерно 8 часов до никому-то и 6 может хватить кому-то может хватить не знаю 11 уже прям реально редко он все у вас есть режим и вы допустим ну вот давайте возьмем ложитесь в 11 просыпаетесь 7 да у вас организм привыкает к этому через какое-то время когда вы будете так ложиться просыпаться и так далее вы будете чувствовать себя бодрыми а если у вас постоянно меняться время тогда когда вы ложитесь спать и просыпаетесь поверьте вы будете постоянно не высыпаться это я вам гарантирую я по себе знаю что это такое потому что у меня на самом деле сон ранее разные я могу лечь в 10 могу лечь в час ночи но просыпаюсь в основном 7 ну потому что на наработку хреначь он единственное вот день-два вы можете его нарушить с этим ничего не будет если вы будете ложиться в одно время а дальше уже ребят все дальше уже будете не высыпаться конкретно так что лучше его не нарушать бодро шага в сторону мусклуба я наслаждался одиночеством и созерцанием лагерной природы параллельно думая о скорой встрече с гитарой желание поиграть на который усиливалось каждой минутой и что поделать раз желание есть его нужно исполнить хорошо аромат леса близ которого находился мусклуб слегка затихшие трели сверчков и теплая мысль о том что скоро звон гитарных струн заглушит весь негатив действовали на меня успокаивающие я был в предвкушении чудесного момента единения с собой инструментом а потому не замечал вокруг никого и ничего не замечал волнующийся под порывом ветра траву светлячков вылетающих из него будь то брызги воды не замечал блики лунного света прыгающие по стеклам панорамного окна клуба не замечал волшебства и уединенности этого места для меня существовала лишь мысль о скором свидании с любимой гитарой я ждал встречи с ней будь то рандеву с любимой девушкой пусть она и была немного пузатенькой с вмятинками да и вообще до доской но то как она могла поддержать меня момент абсолютно любого настроения слегка и перебивала все минусы подойдя к дверям я не сбавляя ход дернул ручку двери и вошел внутрь клуб встретил меня привычным пусть и темными сейчас очертаниями инструментов запахами дерева пыли и мела смешанным запахом каких-то химикатов для инструментов посторонном в просторном помещении красивыми лучами лунного света пробивающимися через окно и женским криком полным неподдельного ужаса я даже немного опешил такого резкий крик сильно надавил на уши резану барабанной перепонки в миг перевернув и перемешав все мысли признаться встретить здесь кого-то еще я совсем не ожидал особенно в такой поздний час надо думать напугал ее мой неожиданный врыв ладно надо бы успокоить ее скорее потом разберемся я обратился в темноту осторожно подходя к выключателю зажмурься пожалуйста я зажгу свет почему-то я сказал это не своим привычным звонким голосом хриплым и усталым возможно уже начинал сказываться недосып а может резко эмоциональная встряска сыграла в этом роль впрочем через пару минут все это станет неважно я я щелкнул выключателями передо мной предстала мику напряженно вглядывающийся в ту точку где я стоял и держащая гитару двумя руками за гриф таком положении что казалось что-то треснет мне и будь то фильма мику что за с семён удивленным голосом ответила девочка мне кажется эта встреча стала для нас обоих большой неожиданностью действительно не ожидала тебя тут встретить признаться я тоже не думал что здесь кто-то будет я участливо посмотрел на мику сильно напугал знаешь меня так испугалась когда дернулась ручка что аж подскочила но самое страшное было то что я не знала кто это или что это ведь всегда страшнее незнание ожиданий того чем будет опасность чем сама опасность вот я испугалась в основном поэтому мне кажется за эту секунду перебрала столько вариантов кто бы это мог быть что хватило бы на я осторожно мешался в сильные эмоциональные моменты мику испытывала склонность к приступам синдрома словесного пулемета конечно слушать его было довольно приятно ведь мысли в основном были связаны но все-таки не на сонную голову а сейчас уже все хорошо на все нормально конечно ты меня напугал но это был больше фактор неожиданности вдруг она устраивалась на меня глаза жадно заблестели она сказала изменившимся заигрывающим просящим тоном все я пребываю в небольшом замешательстве от резкой смены настроений руководительницы клуба еще не понимая к чему все идет глотнула ответил так как бы ответил человек компетентные контролирующие умеющие выбираться из любых ситуаций да протянула я мику подошла ко мне улыбнувшись положила руку на плечо приблизившись ко мне почти вплотную казалось она уже забыла о том что произошло минуту назад а зачем ты сюда собственно пришел так поиграть перед сном значит так поиграть черт я еще толком не понял почему что и как у меня уже втягивают какую-то авантюру мику вынуждающий посмотрела на меня глубоко вдохнула и а помнишь что песня которая тебе давала учить можешь ее сыграть ну пожалуйста я хоть проверю как ты играешь ведь у меня практически единственный ученик а иногда хочется видеть плоды своих трудов а может давай я ее спою а ты подыграешь заодно и проверим твое умение так сказать на практике протараторил она отойдя от меня на шаг похлопав ладоши умоляющим взглядом уставившись на меня я просто по хлопал глазами промолчав с десяток секунд видать мику очень хочется чтобы я сыграл эту песню но была одна проблема она была очень веселый энергичный и чего уж греха то и довольно сложно я бы я же был меланхолично радостно спокойно и задумчиво немного сонны словом не под состояние не под настроение сейчас эта песня явно не подходила я аккуратно и максимально липлом тиши чтобы не прозвучало так будто я отлынил выпадил своими соображениями с мику она что удивленно довольно легко приняла мой тактичный отказ и с участием приступа к дальнейшим расспросам ой ты сейчас действительно спать хочешь может тебе кофе или чай сделать или наоборот и хуже соснуть побыстрее а тогда зачем ты тут видать мику еще немного не отошла от случившегося ибо обычно я уж то знал она была более спокойная лишь волнение делая ее многословный к ситуациях прекрасным намеком служили немногословные даже немного сухие ответы я действительно хочу спать и даже хочу заснуть побыстрее просто ночью удалось неспокойно кошмары снились при этих словах я немного поможешься а мику немного погрустнел выражать им самосочувствие на ничего рост вроде сейчас все нормально я вообще сюда пришел так отдохнуть побренчать для себя а потом уже можно и на бокову собственно как раз за этим то я и здесь можно вы же гитару возьму мику знала что побренчать для себя а именно мои нелепо попытки повторить любимые мотивчики при которых я безбожно не попадал по нотам оценивая свою игру лишь про по критериям похоже не похоже напевал себе под нос мелодию и постоянно крутился с гитарой в обнимку по всему клубу короче говоря развлекался как мог мог вот же неловко было бы мне в один день узнать что миг умела че че случайно наблюдать такую картину на протяжении двадцати минут не решаясь потревожить меня и параллельно краснеет взрослого ребенка по имени семён да конечно бери только сема казалось мику напорются решимость и смущение только вот почему они должны были бороться да там я же могу посидеть тут с тобой интересно что ж концерт имени испанского стада отменяться ведь мы всегда рады публике конечно о чем речь запросто я даже буду рад слушателям я улыбнулся девочки параллельно дума над репертуаром подошел к выключателю чтобы притушить свет завершив все нехитрое действие разум стал возвращаться обратно но вдруг неожиданно ай бля от такого нежданчика у меня аж сердцем упал и признаться я сам чуть не грохнулся на пол это было как бы неожиданно и неприятно как максим даже немного выбило меня из коленей последний момент подумав о том что не ну не придавший а проглотил ругательство вырвавшись было на эмоциях и подошел к выключателю чтобы включить свет не сцент на лампа радостно отрезков отсветила место побоище передом и лишали барабаны которые неудачно задел ногой именно из-за них раздавался такой жуткий грохот который наверное поллагеря бы услышала чуть поводок стояла хозяйка этих барабанов с лицом на котором была смесь удивлений и сердитости увидев ее взгляд все больше уходит в сердитости направляться на меня сделал то что сделает каждый мужчина как только появится хоть небольшое подозрение что на него начнет ругаться женечка мику мику стой признаю винован теперь когда я сразу извинился и немного сбил ее с толку можно было приступать к поиску оправданий ну смотри они все вроде целы от рук упали я извиняюсь за свою неуклюжесть но вроде бы все обошлось и как же я это ж надо было умудриться мику насупилась подошла ко мне вплотную и возмущенно произнесла балбес а виноват понял руки и сообразил не менее виноватую улыбку мику на которую судя по всему подействовали мои экстренное извинительное действие немного потупила в пустоту еще раз посмотрела на место крушения затем все же заговорила сем я даже не знаю ты конечно виноват хотя нет и не совсем виноват я тоже виновата понаставила тут барабанов но все равно больше виноват ты я лишь усмехнулся про себя и пожал плечами но убивать не прибивать а не убавить не прибавить кого убивать что убивать что слишком все меланхолично пошло мику подошла к барабанам и с видом рачительной хозяйки чей ребенок разбил ее любимую вазу начала проводить подробный осмотр ох лишь бы ничего не сломалось удовлетворившись результатами она отошла после чего я осторожно поставил все почти так как и было изначально учитывая что я вообще не знал как все было изначально данное достижение вполне можно было бы считать полной победой после того как я закончил на некоторое время воцарилась молчание мы просто стояли друг перед другом не находя с чего начать или продолжить диалог наконец я поняв что нужно спасать положение почесал голову и сказал мику несмотря на эту ситуацию насчет гитары же можно не отказываться от плана мика улыбнулась мне видимо стараясь приободрить виновника происшествия ответила да да конечно думаю после такого нам не помешает отличие от всего этого еще второй раз на барабаны наткнется мне второго приглашения давать было не нужно вновь погрузив клуб в уютный полумрак я на этот раз специально обходя на большом удалении все остальные инструменты уселся на диванчик у окна взяв гитару мика тоже уселся рядышком со мной с интересом наблюдая за моими манипуляциями порывшись голове я вспомнил мелодию которой учился играть но умел не идеально и все хотел наконец отшлифовать исполнение конечно я мог бы выбрать что-нибудь другое но уж начинать надо с уровня повыше да и была одна довольно таки к месту чего уж скрывать по крайней мере она успокаивала да и мику вроде бы не ее не слышала так что будет что-то новое нахуй на мелодию кто согласен не сейчас я ее точно не сыграю пальцы не особо слушались попадали не по тем струнам а под конец я вовсе сбился возможно сонливость она начала брать вверх а может я все еще немного не успокоился а может я так просто оправдывался но неважно ведь один черт ведь один черт я ее не сыграл не сейчас что-то не особо идет ну бывает ладно сыграю что-нибудь попроще у меня была в загашнике еще одна мелодия в принципе простая как 3 копейки но не лишенная своего шарма я специально берег ее для подобных ламповых моментов никому не показывая не играю ее просто так но я ее знал так что от пальцев отлетала специально чтобы не портить подобное мгновение простой перебор простые аккорды и простые удары по струнам но все эти простые частички скрепленная магия гитары тихой лунной ночи объединялись в нечто сложное зачастую недоступное пониманию но от этого не менее завораживающее гитара действительно волшебный инструмент может быть не самый волшебный из всех но по крайней мере самый душевный она создана для таких моментов который был сейчас мелодия окутала нас обняла и проникла внутрь достучавшись до самого сердца казалось мы забрали все все страхи исчезли вместе с ударами по струнам нотки сомнений растворились вместе с нотами перебора закрыв глаза я погрузился в музыку и в свои думы я вдруг многое для себя понял понял насколько красив этот момент насколько он душевен понял что эта ночь дана мне не просто так после чего меня так не доставать не доставала просто сидеть с кем-то кто тебе до уроки вместе отдаться чему-то волшебному просто мелодия сколько всего она дала мне стоило лишь сыграть ее в нужный момент когда я закончил графе я вновь открыл глаза тихонько отложив гитару приносим миг которая все еще сидела закрыв глаза покачиваясь так закончившейся мелодией и смаковала момент видимо копаясь в часу их мысля я решил ее не тревожить а просто подождать любуюсь ей и лунным светом который придавал чудесный оттенок ее и без того чудесным аквамариновым волосам красивая ли была мигу безусловно нравилась ли мне эта красота конечно же да именно поэтому я просто смотрел на нее а именно любовался ей и ее красотой наконец миг открыла глаза посмотрел на меня и озарилась счастливой но в то же время спокойной улыбкой и как тебе удается вот же а пробрала сема честно пробрала до мурашек вдруг она пододвинулась ко мне быстро обняла прошептав на ушко спасибо и так же быстро отпустила в другие моменты я бы светил своей улыбкой весь мир съежился прямо на месте малюсенькую точку от переизбытка милоты упал бы в обморок или затискал бедную девочку ответ но сейчас я просто мило внулся и насколько же мило настолько милым был ее жест в мою сторону я был слишком спокойно счастлив и устал и расслаблен чтобы ответить как-то по-другому но что-то мне подсказало что мой ответ был самым правильным мы еще некоторое время смотреть друг на друга одновременно борясь со смущением и желанием посмотреть друг друг на друга подольше но в конце концов первая победила и мы немного покраснев отвели взгляд неожиданно на меня накатила сонливость или просто захотелось прилечь в любом случае причина моего будущего поступка мне были не важны не так как его следствие диванчик быстро окутал меня своей уютной мягкостью на мне на на меня накатил преступление пусть я и понимал что мне бы лучше идти в домик пока не засуну на ходу но идти туда совершенно не хотелось мику тоже не против я себя полежу тут немного нет конечно не против спать хочется да я зевну последний момент не забыв прикрытирует рукой есть немного мику хихикнула ты все силы в мелодии что ли вложил она же не самая сложная только если последнее все равно получилось просто правда волшебно честно честно признаться ты умеешь удивлять я улыбнулся на по-другому мы никак мику протянула руку и потремошила мои уже порядком отросшие волосы я расплылся в улыбке будь то кот которому наконец почесали за ушком и пусть я выглядел глуповато но кайф от ощущений превышал все остальные мысли и почему всем мальчикам нравится когда их треплют по голове что в этом такого необычного и приятного я вот сколько ни пыталась понять не смогла ответ я сделал и без того широкую улыбку еще шире не знаю почему мы так но нам нравится на если она работа то я зевну то уже лень говорить спать охота подвел итог кратким размышлениями я ладно списяма засыпай этот ряд же с рядышком посижу не против что вы только за мику осторожно убрал руку я для порядка сделал немного расстроенную мордашку но быстро вернул улыбку на ее место и начал порядочно засыпать не волнуясь ни о чем не о том что произошло сейчас не о том что могло произойти если бы меня так быстро не смотрела желание получить крепкий долгий сон более-менее в уютном месте превышало все на свете я забыл обо всем голова моя была пуста я не знаю слышите этого или нет но это у меня сабиком по ходу за окном проехали ладно по ходу они приехали и медленно тихим ручейком заполнял живительный сон все сильнее погружаю меня в царство морфея что происходит ладно вдруг я услышал голос где-то у себя над головой мику пела мне на ночь я даже улыбнулся от того насколько это было мило стоп где-то я это уже слышал голос был похож на голос мику но был более низким но в этом напеве было нечто другое что волновало меня куда сильнее но сону голова пытался вспомнить я слышал этот напев как вдруг погодите не знаю как но я мгновенно вскочил отлетев от мику в сторону будто бейсбольный мячик по которому ударили битой правда в отличие от мячика я не достиг схожей дальности полета грохнувшись на пол через пару метров но это не помешало мне в панике еще даже толку мне открыть глаза отползти еще на некоторое расстояние поднимаясь на ноги и двигаясь в сторону угла оно и понятно не каждый день слышен от собой голос точно точно соответствующий голос у неведомой хуйни из кошмарного сна слышу его на его непосредственно близости от себя не стоило и напоминать чему предшествовала эта песня этот голос блеск тапра и адские ужасы которые сулила мне то существо были еще слишком свежим в моей памяти открылась я думал что увижу нечто страшное но как ни странно это была всего лишь мику смотрящая на меня выражение крайнего недоумения анимация длилась несколько секунд и потом мику решилась нарушить молчание все мы все хорошо стой не подходи всем ты что это же я мику мику это точно ты сказал я буквально выдохнув эти слова из себя да а что то не так они спускали с нее глаз подошел к выключателю и включил свет черт это же всего лишь мику чё я так испугался так стоп что тут не так откуда она знает этот напев песня которую ты пела откуда ты ее знаешь Семен ты чего все точно хорошо замешался девочки постепенно переходила серьезность ноткой сомнений в моей адекватности да все хорошо но будет лучше если ты все таки скажешь сказал я немного дрожащим голосом мало ли все таки с чем черт не шутит повисло недолгое молчание ты засыпала я решила тебе спеть колыбельну вот и спела первое что пришло в голову а ты кричать начал я я искоса посмотрел на него мой вид сейчас показал мою явную неуверенность в ее слова я слышала как тетя вела напевает этот мотив вот сейчас я его просто вспомнила видишь ничего страшного здесь нет вела что за тогда спой еще еще раз пожалуйста мейка удивленно посмотрел на меня но подчинился начал опять еще вначале содрогнулся но затем чем дольше я слушал и смотрел на нее понимал тем больше рассеивались мои страхи пусть это было все точь в точь как в моем сне но сейчас ситуация говорила что все изменилось стало более простым и совсем не страшно ведь это была просто мейку а это была просто песня а все это было одним большим и неудачным совпадением я сокрушенно хлопнулся по голове в выражении крайнего стыда ох бле сема пожалуй провалить сквозь землю было бы сейчас самым удачным решением по рейтингу глупости эта ситуация вырывалась далеко вперед оставляя позади все что было в моей жизни прежде вместе взятое я закрыл лицо руками и тяжко вздохнул я напугал да пионерка не мигающим взглядом полным искреннего недоумения и непонимания смотрела на меня позволю объясню что сейчас случилось да я начал рассказать мику про сегодняшний сон про то как страшно было в нем находиться как стремно было первое время после него находиться на темной улице поделился соображениями насчет того с чем мог быть связан внезапный приступ паники честно сказать вся эта ситуация звучала еще более по-идиотски будь то в дешевой комедии но как оказалось даже такого может стать реальностью миг уже удивленно не посчитала после этого меня идиотом наоборот она понимающая отнеслась к проблеме хотя конечно это не мешало ей немного посмеяться надо мной на что я отвечал с саркастичной улыбкой но в целом вроде как она все понимала и принимала да знаешь я конечно не ожидал такого хотя такого от тебя как раз таки можно было ожидать но все равно это было немножко неожиданно но сейчас же все нормально ты так сильно меня напугал это так странно и страшно видеть когда тебя до ужаса боятся мику да я виноват и чувствую себя по-идиотски прости меня если это если тебя это сильно задело я честно не хотел и в общем мику подошла ко мне и положила руку на мое плечо все не извиняйся знаешь как бы глупо это не звучало такое случается особенно с тобой я лишь вздохнул ну что ж вы на всего раз ну ладно ладно все все она отпустила мое плечо взяв мою руку своей скрестила наши мизимчики в том самом месте дружбы из детства я не в обиде мир я кинул головой улыбнулся все это подходило мне в детскую игру причем мне было абсолютно непонятно как за несколько минут все из ситуации когда я спутал мику с демоном из своего сна и до ужаса испугался ее в большей степени напугав ее же дошло бы до такого милого и светлого момента мир спасибо тебе мику даже спустя минуту когда длительность подобного жеста превышала все обычные рамки мне не хотелось отпускать ее мне до ужаса не хватало подобных жестов в жизни простых светлых ими и не имеющих никого подтекста просто дружба и поддержка момент единения когда мы с рассеиванием когда мы рассеиваем все переживания друг друга простым сакральным касанием мизимчиков когда мы без слов говорим друг другу то что на слов может и не хватить и мне хотелось подольше остаться в этом моменте но мику заглянул мне глаза слегка наклонив голову сема я стряхнул пелену мечтаний вернулся в реале а что ах да я что за мечтался сказал я и осторожно отпустил руку а если не секрет подтягивая каждое слово на челомику о чем мечтал да вот думаю собственно я сделал небольшую паузу что же дальше а что ты хочешь честно сказать я уже даже не знаю даже спать и то не хочется неужели бессонница тоже развивается со смешкой спросила мику ну в общем есть свои причины так сказать а на тогда мику посмотрел на диванчик стоящего окошка перенос ко мне хитро улыбнувшись мы оба сильно волновались поэтому нужно успокоиться даже не буду возражать устало подтверждающе выдохнул я ну раз ты не против можешь пожалуйста показать как ты играл ту мелодию но последнюю услышала что там не сильно сложно но я слишком устала чтобы снимать все на слух да и плюс она очень сильно успокаивает а сейчас это будет ну прям самое то я пожал плечами почему бы и нет решил я и осторожно вновь усевшись на диванчик повернувшись к лунному свету так чтобы мику могла видеть гриф гитары и начал медленно с паузами и объяснениями играть еще немного дрожащими руками уже знакомую мелодию и запомни мику и нужно играть только в определенный момент как в тот когда я ее сыграл думаю ты помнишь то настроение мне играет только тогда когда чувствуешь его и эта мелодия отблагодарить тебя эмоциями хорошо обязательно буду помнить спасибо семочка мику наклонила голову и мило улыбнулась мне на что я не мог не улыбнуться так же мило в ответ надо сказать за то время пока я обучал мику этой нехитрой мелодии у меня получилось отвлечься и успокоиться руки больше не тряслись и не я не косился не доверчиво на темноту за окном все кошмары оставались где там в глубинах памяти как немного стыдный момент из прошлого но это то и одно это было там а сейчас мне было хорошо да и не только мне судя мику судя по всему тоже отошла от этой ситуации приняв или забавный факт раннего абсурда последний а или забыв факт крайнего абсурда последний девочка снова была сама собой как обычно веселый энергичный увлеченный с поправкой на усталость конечно же да и я перенял участие часть ее энергии отчего вся эта демонстрация мелодии превратилась в азартную игру цель которая как можно лучше преподнести ее и надо сказать у меня даже получалось преподавать не ну конечно на самом деле не знаю мне так кошмары не мучают типа если у меня допустим даже и был кошмар то просыпаюсь и он забывается просто сразу же моментально хотя на самом деле если уж так подумать то мне вообще ничего не снится это еще хуже а у мику хотя у нее как раз не могло не получаться учиться мы снова нашли наш общий язык не зря говорят работа сближая дабы дабы удостовериться в своих догадках я спросил ты как нехорошо спокойно знаешь ночами обычно бывает как-то не так должно быть ночью ну разное происходит то я сплю то ты устраиваешь что-нибудь то меня гонят из клуба начиная вожатая а теперь я наконец провожу ночь там к так как одно того подразумевает тишине покоя занимаюсь чем-то душевным а ты как мне вроде бы наконец-то просто спокойно я выплыл в нормальную колею спасибо мику без тебя бы это было куда сложнее пионерка просияла я так рада за тебя наконец тебе хорошо даже не представляешь как сильно ты мику было было вновь включила режимы словесного пулемета но я осторожно взял ее за руку одновременно молча поднося палец к губам и кивая головой показывая что я все понимаю без слов более того считал что в такой момент слава просто излишне ведь опять же все понятно и без ни погоди я принял серьезный вид девочка абсолютно доверчивым взглядом посмотрел на меня словно в ожидании чего-то эдакого надо сказать ситуацию она прочитала быстро и точно мику мне кажется у нас есть много что сказать друг другу но загадочный улыбнувся я ввел свободной рукой пространство вокруг показав окно за которым еще светила луна и резвились и мерцающим хороводом светлячки прошептал посмотри какая ночь мне кажется все остальное может просто подождать до утра мику кивнула мне в знак согласия меня почему-то очень захотелось посмотреть ей в глаза прочитать что было в них написано что я и сделал девочка ответила было на мой взгляд но потом почти сразу смущенно отвела его не оставить мне и шанса понять атмосфера в клубе и так в последние минуты склонявшиеся в сторону лирической окончательно перешла в это русло охватив этим настроением весь клуб и нас вместе с ним в этот момент у меня промелькнула единственная мысль хоть как-то относящаяся к анализу ситуации кажется сегодня что-то будет я все еще держал ее руку она ее не убирала а я забывал отпустить наверное со стороны вся эта ситуация выглядела очень даже мило мальчик и девочка сидят друг напротив друга при луне одним домике обстановка конечно же явно располагающую непроизвольно начинающимся размышлениям о том кто же сидит перед тобой и что он представляет для тебя я прилетел в голове все моменты сми которые мог вспомнить на аскаде знали друг другом и достаточно долго но как я убедился сегодня далеко не полностью для меня она всегда была жизнерадостной постоянно веселой и немного рассеянной музыканткой как оказалось я даже не представлял что за оболочка первого впечатления в ней можно найти очень глубокую чуткую душу пожалуй после этого я точно взгляну на мику по-новому думал я но тогда сам собой возникал вопрос ладно ребят на этом я думаю можно закончить эту серию по моду ночной этюд всем спасибо что посмотрели сам был я и пи fox если она вам понравилась подписаны на канал ставьте лайки ставьте комментарии также зовите друзей нажимайте на колокольчик включать все уведомления на этом я с вами прощаюсь друзья всем до новых встреч всем удачи всем пока пока